Когда мы впервые попадаем к человеку домой, мы невольно обращаем внимание на окружающие нас вещи. Мебель, обои, предметы декора и интерьера, коллекция музыки или книг. Сразу же становится понятно, на какой человек волне и что ему интересно. На этот раз мы стали почетными гостями в доме у человека, который любезно пригласил нас в свой мир дизайнерских игрушек. На сегодня у гостях у меня. Здравствуйте. Можно себе примерно представить, что я за человек. У меня игра разума, да, какая-то происходит вот с этими самыми игрушками. Они у меня стоят, иногда они меняют места, меняются местами, иногда я их беру с собой куда-нибудь на дачу или в город или куда-то. Очень приятно, допустим, взять с собой какую-нибудь маленькую штучку и сидя в кафе, когда там, допустим, как-то там неуютно или там какие-то люди вокруг неприятные, или там в помещении, где курят. Я не курю, да, вот мне неприятно. Вот. Я могу взять эту штучку и поставить ее где-то рядом там на блюдечко, или там дать в руки ему какой-нибудь кубик сахара, и вот он будет со мной вместе, да, как-то заполнять пространство и помогать мне немножко переживать какие-то неприятные минуты, если они бывают. Но это крайне редко, слава богу. Япония – это самый большой рынок игрушек в мире вообще, да, несмотря на то, что их живет там все на все 150 миллионов человек. В Гонконге начало развиваться бурно достаточно вот это вот направление, связанное с игрушками для взрослых, да, с игрушками, которые коллекционировали разные люди, которые были в теме там в то время там всяких хип-хоп-движений, там современного какого-то предметного дизайна, потому что они экспериментировали там совсем с колонками, с какими-то мышками, с флешками, там совсем чем угодно. Но поскольку у них рядом Китай, и они наделали огромное-огромное количество разных-разных игрушек, которые пересекли океан, вот, попали в Европу, и там, соответственно, как семена, да, начали давать первые всходы того, что сейчас мы видим там у меня за спиной, да, и вообще по всему миру, по галереям, по магазинам. Один из первых образца 2002 года, называется Микару Кун, такой механический то ли робот, то ли кто-то, да, совершенно замечательный. Но он сделан из винила, вот, это такой пластик специальный, примерно такой же, как тот, из которого делают пластинки. Существуют игрушки, которые можно двигать, которые нельзя, у которых там сменные головы, которые там большого размера, какого маленького. Есть огромное количество плюшевых разных вариаций, да. Одно из самых первых таких японских экспериментов, 2001 год, была рождена такая платформа, которая называется Кубрик. Вот это самая японская фирма, Медиком, они придумали такую платформу, она очень похожа на Лего, но это совсем-совсем не Лего, потому что по качеству это там абсолютно хай-эн Кубрик, он состоит из девяти составных частей, девяти составных частей, вот, и Брик почему, то есть девять составных элементов, Куба, японский девять. Единая скульптурная форма, которую разные художники раскрашивают по-своему. То есть вот есть такой человек Фрэнк Козик, да, я совсем не люблю то, что он делает, но вот это, я считаю, одно из его лучших вообще творений. Называется Хумберт. И это стопроцентный, то есть вот они четыре здесь вставят. Еще есть тысячепроцентный. Персонаж японской компании Devil Robots сделал его все та же Медиком, о которой говорят. Они сделали эскиз, сделали скульптурное изображение, его выпустили вот каким-то небольшим тиражом его и его брата. Вот, они на самом деле представляют собой вот такой комплект. В этом году вышел вот такой монгольский лев-захватчик. У него вместо одной руки протез с мечом. У него защита в виде человеческого черепа. Вот, он сделан из суперкачественного японского винила. И придумал его из Нью-Йорка такой лямур-супри. В основном идея в том, что персонажи должны быть довольно-таки простыми. Это позволяет недорого их производить, во-первых. Во-вторых, чем проще персонаж, тем честнее. И тем не прикрытие концепция, которая за ним стоит. То есть можно навертеть-навертеть деталей, да, но смысл при этом потеряется. А можно взять и сделать у себя, вот как японский человек Хироши Йоши, на кухне у себя сделал вот такую пейерлу. И ни одного человека вообще не оставляет разнодушным, когда он ее увидит, потому что совершенно очаровательное существо. Такое есть существо. Вот, я думаю, совсем не с планеты Земля, называется Ла-Ла. Вот, и что хорошо, то что она может не просто стоять, у нее в ногах магнитики, и можно кверх ногами вот так подвесить на какую-нибудь железочку или на бок, вот так вот на холодильник, например, поставить. Вот, но на самом деле откуда они вообще не важны, потому что они все из голов разных людей. Мой проект, но в то же самое время не мой, называется Шикито. Вот, это такой персонаж, на самом деле это какашка, вот, хмурится которая, да. Это французский дуэт Суперду придумал вот такую форму. Они бывают двух разных видов, вот такой хмурый и вот такой смешной. Вот, и в 2007 году мы вот таких выпустили 100 штук. Вот. И вот тут написано то, что это Луноход-1, и затем они все пронумерованы, и какую-то часть мы раздали московским художникам, чтобы они оформили по-своему этих самых персонажей, они сделали из них абсолютно безумные какие-то вещи, которые там вот на такую говняшку и не похожи совершенно. Основная идея, да, это вот неприкрытая творческая энергия, которая вот стоит на полках, да, и в ней очень-очень много труда вложено.